СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. На часа 12.09 это продолжение мужского понедельника на 101.0. Добрый день, Николай Голиков и Владимир Сметанин. Признался, что первый час, где мы беседовали с президентом ВТП, Николаем Липатником, он выходил в записи. Ну мы записали его сегодня же, просто на один час раньше. Просто в это время как раз-таки Николай Михайлович не мог быть в прямом эфире. Ну а сейчас эфир прямой, прямее не бывает, как я люблю повторять. И в нашей студии, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, Владимир Шабардин. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день. Эфир действительно прямой. Да. 12.09. Да. Давненько у нас не были и темпа накопилась. Мы сегодня поговорим сразу на несколько тем. Несколько тем мы сегодня взяли. Все они связаны с вашей непосредственной работой, работой в качестве детского омбудсмена. Ну давайте начнем все-таки с электронных сигарет. Я напоминаю нашим слушателям, что именно Владимир Валерьевич был инициатором запрета продажи этих электронных устройств доставки никотина. Вот так, да, это формулируется. Несовершеннолетним. Несовершеннолетним. То есть приравнять к обычным сигаретам и наказывать собственную. Ну, инициатором принятия закона по этому вопросу, будем так. 25 сентября мы обратились в законодательное собрание с инициативой о принятии закона о запрете продажи несовершеннолетних электронных систем доставки никотина. Достаточно долгая и сложная и большая работа была проведена. И с юридической точки зрения, и заключения полученные всех. То есть депутаты инициативу поддержали. Вы говорили, что на федеральном уровне такого запрета нет. На федеральном уровне такого запрета нет. До нас было 8 регионов, в которых подобный закон был принят. Причем не все свежие. Вы как бы их опыт использовали, да? Да. Это все свежие законы 2017 года. Мы в Приволжском федеральном округе явились третьими. Саратов и Нижний Новгород уже приняли подобные законы. И на последней сессии законодательного собрания в феврале, ну две недели назад, в первом чтении закон принят. Он называется «О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья». Значит, поддержан единогласно. И сейчас, ну, с большой долей вероятности, во втором чтении, в марте он будет принят. Между первым и вторым чтением сейчас идут процедуры прописывания. Да, можно вносить поправки. Ну, они обычно такого революционного. Да, но там законы очень достаточно короткие. В основном идет прописывание сопровождающих мер административной ответственности. А они будут в этом же законе или внесены в другие, да? Нет, отдельно они будут внесены в те нормы, которые предусматривают административную ответственность. И, соответственно, вместе со вторым чтением будут приняты изменения и туда. Закон на Кировской области об административной ответственности. Да, да. Значит, какие меры ответственности депутаты сочтут необходимыми, мы пока говорить не можем. Мы увидим это, надеюсь, в марте там. Ну, собственно говоря... Скорее всего, это будет денежное взыскание. Да, по сути... Скорее всего, если их приравнивать к сигаретам, то меры должны быть аналогичные. По сути, мы уже много об этом говорили. То есть сейчас мы можем только сказать, что все это принимается. Никаких возражений у депутатов не возникло. Есть заключение прокуратуры, есть соответствующие документы от УФАС. Поэтому, в принципе, нас поддержали. Более того, после первого чтения, когда это было принято нашей коллегии, поскольку я являюсь представителем Координационного совета полномоченных субъектов ПФО, очень внимательно следили и ждали. Мы рассылку сделали. И, значит, в ближайшее время, уже в марте, нашему примеру последует Татарстан и следующая Башкирия. Вот по тому пакету документов, которые пользовались мы и которые вот уже сейчас в Кировской области разработаны. Поэтому вот они уже четко сказали, что мы идем дальше после вас. И в дальнейшем Пермский край, значит, получил. И мы надеемся, что, в принципе, мы, по крайней мере, такая задача максимума, мы, возможно, станем первым округом в федеральном округе, где, в принципе, полностью или максимально количество субъектов войдет. Вот, ну, мы самый большой, нас 14, может быть, ну, не 100%, но мы надеемся, что результат будет близок к 100%. То есть детишкам бесполезно будет ездить в соседние регионы ПФО для того, чтобы купить электронные сигареты? Видишь, тут же еще было как? В том году буквально не было никакой информации ни о вреде их, ничего. То есть многие ссылались, что они безвредны и так далее. А сейчас вот я думаю, что уже есть доклад появился в Всемирном организме здравоохранения, где уже есть конкретные данные о том, что да, есть доклад. Есть. Более того, свежие, вот буквально, если вы посмотрите мировую практику, с 1 февраля в Сингапуре полностью запрещен и ввоз, и использование электронных сигаретов. А мы и ввоз вообще запрещены, да? Полностью. Полностью. То есть не только для детей, а для взрослых. Поэтому это практика там не только России, не столько. И вспомните, когда появились электронные сигареты, когда были введены ограничения на продажу потребления. То есть когда начались ограничения на продажу табака в общественных местах и так далее, постепенно начали появляться вещи и активно продвигаться как альтернатива, как более безвредные. То есть все равно люди, которые занимаются продажей, ниши начали искать. Поэтому активно и агрессивно начали развиваться кальянные, электронные системы доставки никотина и так далее, и так далее, и так далее. А вообще проводилось какое-то исследование, недостигшее 18 лет? Они какой процент аудитории составляют покупателей этих штук? По продажам мы не знаем, но я могу сказать только по нашей практике. Я уже приводил пример, когда мы приезжаем в сельскую школу, и нам классный руководитель показывает пакетик, в котором в одном классе 7-8 электронных сигарет у шестиклассников, в которое она в субботу отдаст родителям, потому что она собрала их за неделю. Или когда к маме приходят и на родительских собраниях, там родители говорят, почему ребенок приходит из школы и он пахнет то вишенкой, то яблочком, потому что в школьном туалете используют электронные сигареты. Никаких ограничений на это сейчас не существует. А как выявляться-то потом будет все-таки? Вот еще последний вопрос. Что продавали, не продавали? Да. Ну, по аналогии... Рейды будут как-то проводиться. Ну, по аналогии... Контрольные закупки рейдов. А как сейчас там? Нельзя алкоголь и сигареты продавать? Обычные сигареты продавали. Обычные сигареты, да. Точно так же. Можно будет наверняка зафиксировать, сообщить об этом, да. Если кто-то станет свидетелем. Хорошо. Владимир Шабардиев, уполномоченный по правам ребенка в нашем регионе, у нас в студии сегодня. Сегодня сейчас сделаем небольшой перерыв и перейдем уже к другим темам. Продолжаем наше общение с Владимиром Шабардиным. Я позволю себе процитировать запись из социальной сети. Ну, все. Теперь можно точно сказать. Вторая в Кировской области зеленая комната откроется в Вятских полянах очень скоро. Параллельно работаем еще по трем адресам. Пока у нас в регионе одна зеленая комната. У нас в городе, в центре Вятушка. Помнится, в этой же студии в марте прошлого года мы как раз говорили. Да, ровно год назад. Да, и мы очень рады, что у нас за этот год удалось очень серьезно продвинуться. Я считаю, ну, во-первых, мы поработали с соответствующими ведомствами. У нас трехтороннее соглашение между Уполномоченным по правам ребенка, Следственным комитетом и Министерством соцразвития. Оно работает, и вот в рамках этого соглашения, в том числе, мы и задумывали открытие первой зеленой комнаты для работы с детьми, пострадавшими от насилия. Первая зеленая комната, напомню, была открыта весной. В марте прошлого года. В прошлый год, да. В шестнале марта. Вот, и за это время у нас уже прошло, мы недавно собирались в центре Вятушка, чтобы посмотреть все-таки результаты. У нас 11 детей прошло в рамках работы Следственного комитета и порядка 170 детей в рамках помощи детям. Практически она используется в ежедневном режиме. Вот, позавчера... Это дети из всего региона, да? Это, ну, в первую очередь, это все-таки были дети близко Кирова. Хотя, вот, позавчера мне позвонили, мы разговаривали, там, был ребенок из района, там, порядка 150 километров от Кирова. Вот, наша задача сделать так, чтобы помощь этим детям была оказана, там, максимально близко, чтобы их не возить, там, за 200-300 километров в город. Дополнительно не травмировать, скажем так, да. И мы очень рады, что вторая зеленая комната, это все уже можно сейчас подтвердить, уже начались работы по ремонту, по обустройству зеленой комнаты, по приобретению необходимой техники, оборудования, инструментария в Вятских полянах. Это очень важно, потому что Вятские поляны, это, там, фактически крайняя южная точка, и близлежащие районы Вятские поляны, Малмыш и так далее, они будут относиться к этой комнате. Она точно так же открыта на базе учреждения Министерства социального развития, там, где есть качественные, я считаю, лучшие психологи. Вот, и это позволит уже существенно расширить возможности помощи этим детям. Я бы хотел сказать, если можно, то есть это не коммерческая реклама, вот я впервые озвучу там добрых людей, которые нам помогают это делать. Это компания железно. Юра Захаров, директор, когда мы несколько месяцев назад, как бы, говорили о благотворительности, сказал, что вот есть необходимость такая, да. И пример первой зеленой комнаты, он очень помог, когда показывает, что вот это работает, это действует. Я сказал, ну давайте, хотел бы заметить, что у компании нет никаких интересов, там, в Вятских полянах, ни по строительству, ни почему. Это просто была действительно такая добрая инициатива, правда, то есть полностью на средства этой компании эта зеленая комната будет открыта в Вятских полянах. И сейчас у нас есть еще добрые линии, не буду их пока озвучивать, да, но с которыми мы ведем предметный разговор об открытии еще трех зеленых комнат в Киевской области. Максимально у нас задача открыть шесть, у нас пока останется, если все получится с этими тремя, это Амутнинск, это Подосиновец и Кировичепецк, и останется незакрытым еще у нас в планах Яранск. И тогда вот шесть зеленых комнат позволят полностью... И практически все дальние точки. Да, полностью прикрепить все регионы к этим точкам, к этим квалифицированным психологам и работать с этими детьми. Наша область, она передовик в этом смысле, нет? Ну, по этому количеству, ну, по крайней мере, в ПФО, да, передовик. А у нас есть субъекты, как алтайские коллеги, там у них цифра приближается к 20, это такой уникальный. То есть у них такие точки в каждом районе обязательно, ну, у них это все было сделано гораздо раньше, и там отдельное финансирование было на это выделено. Здесь у нас это не бюджетные деньги, хотел бы заметить, и первая, и вторая, да, на базе учетоведения Министерства соцразвития, но совместно с партнерами. В этом году еще стоит ожидать? Кроме Вятских полян? Мы надеемся, да. Мы надеемся. Еще раз повторюсь, мы ведем предметно переговоры по следующим. И предметно это вопрос, если все хорошо, на нескольких месяцах. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, переходим к следующей теме, да, мероприятие, которое... Да, Володь, хотел перед тем, как перейдем к следующей, вернуться к предыдущей, мы забыли совсем, у нас вопрос есть такой интересный на сайте, да, очень простой. Да. Да, мы спрашиваем, электронная сигаретка как раз спрашиваем, насколько они не знают, да, вот, что это такое. Вот как они к ним относятся? Первое, кто считает их вредными и для окружающих, и для гурильщиков, кто и считает их безвредными, да, то есть вот как вот уровень знания наших слушателей по поводу вот этих вот электронных систем доставки. Володь, что у нас? Категорично отвечают те, кто голосует на сайте, 100% вредны они и для курильщиков, и для окружающих. И точно так же считают наши проголосовавшие ВКонтакте 80%, 80 до 20. Да, это Бог, то есть во втором чтении примут. Значит, не зря. Ага, конечно, не зря. Переходим, да, к мероприятию, которое прошло еще в феврале в Чебоксарах, да, называется это межрегиональная конференция растворения. Речь идет о том, как работать с людьми с ментальными нарушениями, тема инклюзии поднималась. Да, растворение пишется, первые три буквы РАС крупные, они образованы от аббревиатуры расстройства аутистического спектра. РАС нарушения и другие ментальные нарушения. Почему, во-первых, почему Чебоксары, как я там очутился, меня пригласили в качестве эксперта наравне с, ну, мне было очень приятно. Я посмотрел список экспертов, там очень серьезные люди, все федерального уровня такого. Да, регионал я был единственным. То есть руководитель фонда по проблемам аутизма и так далее, так далее, так далее, программа есть в интернете. Но в КАЦе почему Чебоксары? В Чебоксарах очень серьезная организация родителей детей отдельно с расстройством аутистического спектра, общественная организация первая. И второе, почему мы собрались там, в Чебоксарах, сейчас разрабатывается концепция сопровождения людей со расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, то есть от детей и молодых инвалидов. Это первая серьезная концепция комплексного сопровождения на уровне региона. И нам это очень интересно в рамках ИПФО, потому что если эта концепция будет дописана, а там очень серьезный большой документ, то нам бы хотелось, чтобы этот опыт был транслирован на другие регионы, в том числе на Кировскую область. Но чтобы не идти каждый своим путем, лучше усилия все направить в один субъект, посмотреть проблемы, посмотреть какие наработки были сделаны для того, чтобы работать в других. А проблемы есть во всех. И давайте, если можно, буквально в нескольких словах, о чем говорил я, и с чем сталкиваются люди в регионах. Ну, во-первых, вот смотрите, у нас по большому счету даже и в ПФО родительские организации по детям-аутистам крупных, по большому счету там региональных крупных, ну, две, на слуху, да, Чебоксары, еще один регион. Вот, а как-то не было, во-первых, аутисты, они очень разные, они очень разные. То есть, вот мы об этом говорили, аутистический спектр, он очень разнообразен. И отдельных программ по сопровождению таких детей не было. И, более того, дети аутистами-то не признавались. Вот я сейчас назову вам цифры, да, и вы сами поймете. Вот за три года, 14-17 год, Кировская область, общее количество детей с расстройством аутистического спектра в 14-м году было 28. Это официальные данные. Из них семь посещала детские сады и восемь ходила в школу. 17-й год, общая численность детей 131, в детские сады ходит 38, в школы 62. Это не значит, что три года назад у нас был резкий скачок. Эти дети были всегда. Просто это то количество детей, которые сейчас действительно там выявлены, признаны, что есть такая необходимость. То есть у нас сейчас количество детей с расстройством аутистического спектра больше в детских садах отдельно и больше в школах почти в два раза, чем было выявлено вообще в целом. То есть вот смотрите, там 8,62 по школам за три года. Это значит о том, что эту проблему начали признавать. Обратили внимание. Обратили внимание. И в этом году очень серьезные, революционные, я бы назвал, изменения прошли в этом направлении. С ментальными нарушениями. Ну, во-первых, приведу пример Мурагина. Это у нас дом-интернат. Раньше назывался детей с умственной осталостью, сейчас называется родник. Значит, никогда дети из этого дома-интерната не учились вне школы. Да вообще не учились. Сейчас, в этом году, с сентября, значит, 31 несовершеннолетний переведен в организацию системы образования. 31. С прошлого сентября этого года. Вот эти вот мурагинские ребята. Да. Вот 31 ребенок. Из них, значит, дети с первого по четвертого класса обучаются в школе-интернат для обучающихся с ОВЗ Апарина на базе школы-интерната. А 10 ребят обучаются по адаптированной программе для умственно-осталых детей в школе Гирсова. То есть 8 километров они ездят каждый день. У них и школьный автобус. Они ездили, смотрели фотографии, они все в таких же жилеточках. То есть образовательный процесс налажен. Это вообще, это впервые за все эти годы у нас в регионе. И активно идет социализация. Введены с сентября 16 ставок воспитателей. То есть вообще повернулись лицом к образованию и для ребят этого направления. Да, у них специальные программы. Да, эта программа зачастую даже не такие, естественно, не такие, как коллекционные школы. Но тем не менее они с этими программами успешно справляются. Отдельно о спортсменах мы знаем. У нас спортсмены, они сильные, выпускники мурыгинские. И сейчас 44 воспитанника занимаются в спортивных секциях и кружках мурыгинского центра культуры и досуга. Это помимо тех кружков, которые есть у них. В интернате, да? У них в интернате, да. Очень быстро, если есть время. Я сейчас приведу вам 4 примера, которые, опять же, с сентября введены у нас в городе Кирове по детям аутистов. Они все 4 разных. Вот одна из школ, да. Дети, дети, ребенок аутист. В первый класс поступил с сентября 2017 года. Вот это все свежие примеры, да. Выделен индивидуальный учитель, отдельный учитель. Основные занятия проходят отдельно от класса. Ребенок приходит ежедневно на 4 урока в школу. С ребятами пока общается плохо, но участвует в введенурочной деятельности, в сопровождении мамы. Это один пример. Второй, другая школа. Ребенок в пятом классе находится на домашнем обучении, но вместе с детьми посещает уроки по выбору, учится на хорошо и отлично, никаких проблем с учебой в этом нет. Участвует во внеурочном мебельнике в сопровождении мамы. Ну, проблема в аутистах, это как раз проблема во взаимодействии, взаимоотношениях. Должен быть рядом близкий, знакомый человек. И третья школа, да, пример. Сформирован коллекционный класс из 12 детей. Из них два ребенка аутиста. Имеют статус инвалида, но это школа, где у нас, на базе которой, работает ресурсный центр Кировской областной клинической психиатрической больницы Бехтерева. Это школа 60. Ну и пример детского сада еще один, да. Значит, инклюзия детей с расстройством аутистического спектра в группы компенсирующей направленности. В группах от 17 до 22 детей. Дети вот с этим расстройством аутистического спектра находятся постоянно вместе с другими детьми. Все делают по желанию. Установлены хороший контакт с детьми в коллективе. Сопровождение психолога-логипеда. То есть в детский сад, сказали, у нас проблем никаких нет. Но вот смотрите, 4 примера, насколько они разные. Не все разные, они все 17-го года. Да, но это вот те нововведения, которые сейчас присутствуют у нас и очень серьезные изменения в других регионах. Поэтому вот очень хорошо, что к этим ребятам обратились, потому что и год назад, и два приходили родители, у которых дети аутисты, и говорили о том, что мы нигде, никуда. Да, у нас хорошие программы в развитии были, которые проводил, например, фонд Downside Up, это проблема с синдромом Дауна. Другие большие фонды с отдельным направлением. Но вот такой программы по детям-аутистам не было обширной. Сейчас очень хорошо, что это направление развивается, и мы очень надеемся, что на примере Чуваши и этой большой концепции мы... Опять-таки можно будет ее в каким-то образом тиражировать, используя уже опыт. Да, то есть я уверен, что мы видели материалы, мы принимали непосредственно участие в обсуждении, даже частично в разработке, что там на 90% это можно будет использовать в других регионах, потому что там лучшие умы России, скажем так, над этим работают лучшие профессионалы в этом направлении. Реклама в середине часа у нас выходит, сейчас выйдет, конечно же, и продолжим наше общение с Владимиром Шабардиным, полномоченным по правам ребенка в Кировской области. Переходим дальше. Побывали в Чебоксарах, давайте сейчас в Нижний Новгород. Совсем недавно, да. Владимир, вернулись вы из Нижнего Новгорода. Первые мартовские дни. Что, собственно, у наших соседей происходит? Буквально два дня назад у нас в Нижнем Новгороде было большое двухдневное мероприятие, мероприятие очень серьезное, это научно-практическая конференция и круглый стол по предотвращению международного похищения детей. Было несколько наших коллег из регионов, были очень много представителей Нижегородской области, и были международные эксперты, Великобритания, Германия, свой опыт показывали, несмотря на то, что кажется такое название, да, Николай, мы говорили... Когда я название прочитал, подумал, что вообще какое отношение к нам имеет. Какое отношение имеет это к нам, но говоря, собственно говоря, там о проблемах, которые есть, да, и речь шла о ГАГской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, материалах, которые еще там в 80-е годы были разработаны. То есть, видите, пока мы были, ну, там, как страна, будем говорить, достаточно закрыта от остального мира, да, вот таких проблем у нас было меньше. Сейчас, когда у нас количество браков международных увеличилось в разы, да... Ну, это, мне кажется, в основном за счет бывших республик СССР. Они и раньше были эти браки, просто сейчас они международные стали. Да, во многом. Но вместе с тем, вот мы за два дня, оказывается, в каждом регионе, в частности, вот у нас ПФО говорили, это не единичные случаи. То есть, постоянно в работе находятся несколько материалов, и у нас в том числе, которые возникают при вывозе ребенка за границу. Ситуации очень разные. То есть, при, скажем так, несогласованном вывозе, то есть, да, 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 да. В принципе, многие вывозят детей за границу, да? Нет, очень разные ситуации, когда, значит, отец... Ну, вот мы все слышали, там, когда начались эти вещи, там, по Скандинавии, Финляндии, да, вот это большая проблема была, когда вывозят один из родителей, или отец, или мать. Когда у них есть договоренность сначала одна, потом один из них передумывает, начинает вредничать и так далее, и так далее, закрывает доступ к другому. И вот эти аспекты международные, там, тот опыт, который есть уже у европейцев, да, он очень своевременно сейчас может быть там востребован нами, потому что сейчас, во-первых, ну, у нас практики нет такой наработанной, как у них. Мы только там в начале этого пути, и каждый случай там является для нас уникальным и индивидуальным. Потому что, во-первых, нужно знать, там, нормы той страны, они абсолютно разные, там, даже у соседних стран могут быть, да. То есть, какой-то специализированный вообще нужен орган, типа, суда какого-то специального или что-то? Ну, вообще, вообще, ну, по крайней мере, нужны юристы, которые вот с этим могут работать отдельно. Более того, некоторые нормы, они меняются, очень меняются очень резко и существенно. Вот смотрите, ситуация с Украиной, которая была там некоторое время назад, это была там ситуация одна. Сейчас ситуация там кардинально другая. Вот. И у нас сейчас в стране определены восемь судов по одному в каждом округе. В федеральном. В федеральном, да. И почему мы собирались в Нижнем Новгороде? Потому что для нашего федерального округа это определён суд Нижнего Новгорода. Это какой-то новый суд или какой-то будет специализироваться? Нет, нет, это уже существующий, да? Это уже существующий. Вот. И у нас, но поскольку наши нижегородские коллеги очень плотно работают, у себя в регионе они отдельное направление взяли, вот это у себя. У нас есть сейчас договорённость о том, что если в нашем регионе возникает подобная проблема в части обращения в суд по вопросу международного похищения, официально это называется так, то мы передаём этих людей нашим нижегородским коллегам, и они готовы их сопровождать, значит, и помогать им во всём. Мы не можем сами выехать в Нижний Новгород, да. И опять же, мы считаем, и мы с коллегами об этом и говорили, что когда есть специалисты, которые этим занимаются постоянно, и возможности есть, ну скажем, нижегородских коллег выделить, ну практически отдельного человека на эти моменты, это лучше, чем будет каждый у себя отдельно в регионе там заниматься. Мы, конечно, все контактируем, и общаемся, и советуемся, и нам идёт обмен практиками, у кого что-то там уже состоялось, получилось, есть решение, но всё равно лучше, когда это будет аккумулироваться в одном месте. В одном месте её потом будет быстро нарабатываться. Проблема-то для нашего региона, насколько она остра? Она есть. Есть. Ну, вот смотрите, Владимир, количество здесь в данной ситуации не так важно. То есть могу сказать, что это счёт не на сотни обращений, да, но, опять же, это не одно-два в год. То есть вот подобные случаи есть у нас ежегодно, и они, опять же, не единичны. И они абсолютно разные. Вот по нашей практике у нас уже набирается достаточное количество за то время, которое мы работаем, вот этих подобных ситуаций. И они абсолютно все разные. Они очень сложные. Специфичные, да. Да, они очень сложные. Конечно, каждая отдельная история. Остаётся несколько минут у нас, и ещё одну тему хотелось бы поднять. Медиа-компас, конкурс, который проводит как раз-таки полномоченные по правам ребёнка в Кировской области. Конкурс уже завершён. Да, у нас в этом году завершён. В этом году в нём, я смотрю, целый список каких-то новаций. Во-первых, стали, я смотрю, межрегиональными. Межрегиональными. Ну, мы очень рады, да. Помните суть. Да. Что такое медиа-компас? С 2014 года мы проводим, то есть уже в четвёртый раз, мы проводим ежегодный конкурс творческих работ учащихся в медиа-компас в целях формирования навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети интернет, развития творчества потенциала обучающихся. Это я так официально сказал. Это, по большому счёту, конкурс работ детей, подчеркну, только детей. Это видеоролики, это интерактивные игры, это методические разработки, которые делают сами ребята в плане информационной безопасности. Это может быть безопасность в сети интернет, например, про вирусы делают они, про безопасное пользование банковскими картами, про безопасное пользование банкоматами. Темы придумывают сами дети. Причём, почему это ценно? Это дети для детей. То есть они видят проблему самостоятельно и своим сверстникам пытаются эти вопросы донести. На своём же языке, опять же, более понятном. На своём языке более понятном, но вместе с тем нам отрадно очень осознавать, что на языке профессионально. Поскольку наш конкурс «Медиакомпас» проводится в рамках большого кинофестиваля «Встречи на вятке», которому в этом году 15 лет, и Олег Бурдиков нас в своё время поддержал и пригласил проводить наш конкурс в рамках этого большого фестиваля. Собственно говоря, что нам очень помогло с расширением аудитории. И в этом году наш областной, по сути, конкурс стал межрегиональным. У нас на конкурс поступили работы из Москвы, Нижнего Новгорода и даже Владивостока. Всего в этом году 52 участника было. И в итоге, к итоговому участию у нас было допущено 26 работ, и 8 из которых были отмечены уже в финале победителей и награды. В том числе, если говорить о межрегиональных, у нас второе место поделили наши ребята с ребятами из Нижнего Новгорода. И нужно отметить, во-первых, у нас большое жюри. Это сотрудники нашего аппарата, это, собственно говоря, оргкомитет фестиваля встречи на Вятке. В этом году у нас добавились ещё новые партнёры, что нам вдвойне приятно. У нас появились партнёры. У нас в финальной части принимал участие министр информационных технологий и связей Кировской области Юрий Иванович Полюх. Его сотрудники отслеживали все ролики, и он сам лично пересмотрел все ролики детские. Мы их пригласили. Мы рассказали, когда мы с ним встречались. Уже сейчас неоднократно по разным вопросам, он такой живой интерес проявил. И мы договорились, что пригласили к участию. Они отсмотрели ролики самостоятельно, вошли в члены жюри. И выбрали себе претендента, которым они отметили отдельным призем. Своим уже специальным, да. Своим уже, да. Министр лично был на финальной части, вручил. Причём было очень приятно. Это у нас получил один из самых юных участников, Лаптев Георгий, из Котельнического района. То есть он ещё и не кировчанин, да? Он не кировчанин, он из района. У нас, собственно говоря, жители Кирова не превалирующие, скажем так, составляющие. Хотя первое место в этом году заняли ребята из Вятской гуманитарной гимназии. Значит, когда мы объявляли там первое место, в зале раздалось такой вопль, наконец-то. Поскольку ребята... Это все четыре раза они участвовали, да? Да. Нужно отметить, кстати, вот я хочу в Вятскую гуманитарную отметить, они участвовали с самого первого раза. Они у нас занимали места, но не первые. Они очень активны. У них и в этом году было несколько творческих коллективов разных, несколько работ. И вот первое место занял ролик, который был признан, в том числе, один из самых качественных именно со стороны наших кинокритиков. Поэтому очень здорово. И из новшества наши ролики появятся детские и у нас на сайте, и на сайте Министерства информационной кинологии. Министерства? Да. И, возможно, по формату они появятся в МФЦ. Прямо в самих зданиях? Да. Классно. О, как здорово. Ну что ж, успешной работы. Владимир Шабардино, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. На этом мужской понедельник завершен. Я не прощаюсь. Проведу особое мнение начало через 20 минут. А я, скорее всего, появлюсь 8 марта. Так получается? 8 марта. Да, вот так вот. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин